Как потопаешь, так и полопаешь. Дмитрий Медведов предложил применить известную русскую поговорку при начислении зарплат работникам госкомпании. Премьер страны поручил привязать доходы служащих к показателям экономической эффективности их предприятия. Насколько приживется такой принцип? И, кстати, если госкомпания работает в минус, то получается, что сколько будут зарабатывать тогда сотрудники? Давайте попробуем разобраться в этом нововведении с депутатом Государственной Думы Михаилом Старшиновым. Михаил Евгеньевич, приветствую вас. Ну что, получается, будут платить госкомпании работники? Что? Сколько будут платить? Еще раз вопрос, пожалуйста. Ну, получается, что они не зарплату будут получать, если на такую схему все-таки перейдут, а будут деньги отдавать госкомпании, в которой работают. Должны останутся? Ну, вы знаете, вообще система оплаты труда в государственных компаниях – это предмет науке неизвестной. И вопросов на эту тему возникает, я думаю, в обозримом будущем будет возникать огромное количество ответов, честно говоря, которые соответствовали бы реальному положению дел в экономике и здравому смыслу. Но вот до сих пор, во всех случаях, от руководства государственной компании получать не удавалось. Действительно, возникают совершенно справедливые вопросы буквально у всех. Почему, если компания работает и из года в год приносит убытки, то мало того там руководство не меняется, так оно еще и регулярно получает различного рода дивиденды и премии. Ну, вот недавний нашумевший корпоратив в Роснано яркое тому подтверждение. И, собственно, сама логика рассуждения руководства этих компаний, ну, так, наверное, самое мягкое, что можно сказать, не выдержит никакой критики. Но надо не критиковать, а нужно менять в корне эту ситуацию. Я надеюсь, что те меры, которые правительство сейчас предлагает, это шаг в нужном и давно назревшем направлении. Давайте попробуем с вами представить, что будет, если схему действительно введут. Насколько сократятся зарплаты сотрудников госкомпаний? Ну, вы знаете, я не считал, и везде эти расходы, не расходы, вернее, а доходы чиновников, руководителей госкомпаний разные. Они колеблются, там, одни, один уровень зарплат, там, условно говоря, в «Газпроме» или «Сбербанке», другой уровень зарплат в курортах Северного Кавказа. Вопрос в логике назначения таких окладов. Вот возникает простой вопрос. Давайте мы с вами попробуем порассуждать. Вот, например, зарплата губернатора крупного субъекта, который отвечает от рождения до похорон за весь жизненный цикл людей, которые проживают на веренном территории. Это и дороги, и здравоохранение, и образование, и многое-многое-многое другое. Ну, вот оно, примерно, жалование это, ну, наверное, 1200 рублей. 300, может быть. Везде по-разному. Есть и меньше. И вот он отвечает за положение дел, 2-3 миллиона человек живет на территории. Глава Росназа сколько же должен получать, Михаил Евгеньевич? Не больше 200-300 тысяч? Вот я, я как раз, вы знаете, я противник логики, когда богатеи малыми расходами. Нужно больше зарабатывать, должна быть экономика эффективной. Но вопрос ответственности. Вот на ком лежит больше ответственности? Вот, например, на губернаторе, условно говоря, там, Ростовской области, или на руководителе, ну, например, государственной корпорации, там, развития Северного Кавказа. Ну, почему-то один получает нескольких сот тысяч рублей в месяц, а другой несколько миллионов. В чем логика? Может быть, уравняют, давайте дождемся. Когда государственные, тем более, когда государственные компании из года в год, некоторые, показывают исключительно убытки, как результат своей деятельности. Ну, в общем, тогда, наверное, и платить нечего. А если руководство этих компаний не в состоянии эффективное управление оказывать, ну, тогда должны быть какие-то решения по, либо, их профессиональному росту. Пусть они где-то учатся и повышают свою квалификацию. 28 апреля Михаил Евгеньевич должен в правительство предложение все свои донести. Вот, подождем этого числа. Спасибо вам большое. С депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым мы говорили. Спасибо.